МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа 12 новостей Республики на телеканале Регион 12. Напомню, что интернет-версия нашей программы доступна на сайте tvregion12.ru. В студии Виталий Рыжков. Новый автомобильный мост, строящийся рядом с Центральным, откроется менее чем через два месяца, в начале сентября. Благодаря его возведению и расширению проезжей части в створе Ленинского проспекта, движение по этому одному из самых загруженных участков городских дорог станет намного более удобным, безопасным и быстрым. Осталось не так уж и много, говорят строители. Закончить монтаж оградительных конструкций, покрасочные работы и можно укладывать асфальт. Масштабное сооружение в центре Ешкаралы уже предстаёт во всей своей красе. Мост длиной в 120 метров и шириной в 13 призван решить проблему бутылочного горлышка, в которое сегодня попадают все, кто едет на личном или общественном транспорте по Ленинскому проспекту. Кстати, для автобусов, маршруток и троллейбусов здесь будет выделенная полоса. Такой принцип движения реализуется впервые в Марийской столице. Оценить эффективность этого решения можно будет меньше, чем через два месяца, когда будут закончены все работы. А им не помешает даже дождливая погода. Работы в завершающей стадии находятся. Сейчас выполняем монтаж ограждения. Ведутся работы по подходам на мосту. Устанавливаются троллейбусные линии, столбы электроосвещения и линии связи. То есть можно констатировать, что сейчас работы и завершаются. Погода, конечно, в этом году у нас в июле не такая, как мы обычно привыкли. Но, в принципе, на работу у нас не влияет. Жара тоже ничего хорошего бы не было. В принципе, как бы все нормально, все штатно. По проекту новый мост похож на уже существующий, но только внешне. Здесь используются другие материалы и другие технологии. В частности, основные поперечные балки металлические. А дорожное покрытие обещает быть намного более долговечным. Здесь, как и на построенном недавно Воскресенском проспекте, сделана бетонная подушка. Будет и тротуар, но всего один по правой стороне, если смотреть в сторону центра, шириной полтора метра. Движение здесь также будет организовано в одностороннем порядке. Из Самбатхея старый мост примет на себя обратное направление. Говоря про мост через Ленинский проспект, недооценим его важность. Потому что, не дай бог, что-то случится. Вот недавно, несколько дней назад, поймали, скажем так, нарушителя, который пытался через Ленинский проспект проехать через мост. Груженный 49 тонн машина оказалась. Представляете, да? У нас такой проектной мощности, мостов нет, которые 50 тонн выдерживает единовременно, да, вот, перевоз грузов. Поэтому, не дай бог, что случилось бы с мостом, как передвигаться. Город пополам разделен рекой. Поэтому это стратегически важный объект, и мы к 1 сентября его закончим. Стоит напомнить, что в планах правительства республики провести в дальнейшем капитальный ремонт Старого моста через Малую Кокшагу в створе Ленинского проспекта. «Сто дворов» – программа по благоустройству сотни ежкаролинских дворовых территорий, напомню, началась этим летом. До конца теплого времени года более комфортными станут дворы во всех районах города. Однако, без помощи самих горожан реализовать этот социальный проект будет довольно сложно. Наша съемочная группа познакомилась с жителями одного из гомзовских дворов, которые, вместо того, чтобы сетовать на беспорядок, взяли инициативу по благоустройству в свои руки. Теперь уже сложно представить, что еще несколько дней назад дорога в этом дворе была вся такой убитой, как на этом небольшом отрезке, который строители просто не успели доделать до дождя. Говорят, класть асфальт по-сырому – просто преступление. Такая дорога не прослужит долго. Кстати, жители близлежащих домов об этом знают не понаслышке. 30 с лишним лет назад при сдаче дома дорогу прокладывали в октябре. Без учета погодных условий. Естественно, ямы и выбоины не заставили себя долго ждать. В этом лете уже четвертый городок ставим по программе правительства. Она особенно нам помогает. Жители тоже участвуют в разработке этого слова «двора». Двор у них очень был запущен. Теперь через 10 лет двор стал хорошим. Сколько ребят от мала до велика нуждалось в новой площадке, подсчитать сейчас никто не берется. Одно видно невооруженным взглядом. Рост рождаемости в целом в Морел не обошел стороной и ближайшие три дома. В благодарность за новую площадку, лично для руководителя региона, девочки и мальчики нарисовали рисунки, на которых изображен уже не двор мечты, а реальное место для игр. Я нарисовала горку и качели. На них катаются дети, играют. О таком дворе я мечтала года четыре. Все хотел, чтобы нам его построили. Мы очень давно мечтали о таком дворе. У нас был такой старый и скучный. А сейчас у нас очень яркий и красивый двор. Радуются и дети, и взрослые. Новый двор. Дороги были очень плохие. Были и лужи. Когда пройдет дождь, было много воды. Нельзя было не пройти ничего. Сейчас все сделало хорошо за 30 лет. Заасфальтировать проезжую часть, поменять бордюры, сделать газоны и полисадники, обновить детские площадки. В этом году на обустройство ишкаролинских дворов и средств городского и республиканского бюджетов выделено 20 миллионов рублей. Список наиболее нуждающихся в ремонте был составлен заранее. Также учитывалось мнение и активность жильцов, а также управляющих компаний и ТСЖ. Кстати, изначально в планах мэрии было обновление придомовых территорий 70 домов. Но по инициативе руководителя региона Леонида Маркелова список увеличили. Лишь в этом году до наступления холодов новый облик обретут 100 столичных дворов. Задача правительства – навести красоту не только в центре Ешкаролы, но и на ее окраинах. Дворами долго никто не занимался. Они были ведомственные, они были на постоянной реформе между ЖРЭО, ЖЭКами, между управляющими компанией. Сегодня немножко, так скажем, устаканилась ситуация, как у нас говорят, да, и мы подошли к тому, что нам надо благоустраивать дворы, а не только территории городские. И очень активно включилась столица нашей республики, но кроме столицы еще и другие города будут восстанавливаться. А жителям, конечно, пожелание такое, чтобы все это беречь и работать вместе с нами. Надо выходить на субботники. Мы поддерживаем материально, но руками своими можно сделать очень много. Чтобы поддержать процесс, местные жители, включая и самых юных, уже приступили к озеленению территории, разбили клумбы, посадили цветы и деревья, понимая, что порядок, чистота и уют их собственного двора во многом зависит от них самих. Агрария МРИЭЛ оперативнее всех в стране получают федеральные и региональные субсидии на поддержку бизнеса. Такие данные приводятся в рейтинге субъектов Российской Федерации. Исследование было проведено Агропромышленным союзом России. Согласно приведенным данным из федерального бюджета, МРИЭЛ за полгода было выделено почти миллиард 160 миллионов рублей, из которых сельхозпроизводителям перечислено более 85%. Региональные субсидии Агрария получают несколько медленнее. К концу июня перечислено свыше 71% средств. Напомню, что в республике активно развивается животноводство. Именно туда и направлены основные средства господдержки. Так, за пять месяцев марийские животноводы произвели 115 тысяч тонн мяса, 74 тысячи тонн молока и 145 миллионов штук яиц, оставив далеко позади соседей по федеральному округу. Локомотивами в области сельхозпроизводства стабильно остаются птицеводческие и животноводческие хозяйства. Рост в январе-майе текущего года по обоим направлениям более чем на четверть к уровню прошлого года. В строительной отрасли республики также отмечен рост. За полгода на территории МРИЭЛ за счет всех источников финансирования построено изданно в эксплуатацию 2300 квартир общей площадью около 170 тысяч квадратных метров. Данный показатель на 7,5% пунктов выше, чем за аналогичный период года прошлого. Индивидуальными застройщиками построено более 700 жилых домов или более половины от общего объема ввода жилья в республике. Городообразующее для Волжска предприятие. Марийский телелозно-бумажный комбинат наращивает объемы производства. На приобретение нового оборудования ежегодно направляют не менее 400 миллионов рублей. В этом году инвестиций еще больше. Стабильно работает предприятие, а значит, можно строить планы по развитию городской территории. Конечно, с точки зрения благоустройства, Волжск во многом уступает столице Мариел. Однако сегодня у города есть все шансы догнать по качеству жизни ее шкаралу. Ель, сосна, береза, осина. Лесная биржа. Цех под открытым небом. Здесь начинается первый этап переработки древесины, производства технологической щепы. По количеству баланса, таким профессиональным термином называют сырье, видно. Целелозно-бумажный комбинат сегодня работает на полную мощность. Лет 15 назад предприятие изготавливало более 40 тысяч тонн бумажной продукции. Сегодня в 5 раз больше. Рынок сбыта не только регионы России, но и страны Европы, а также Китай. Значит, производственная база кабинета поставляна, постоянно обновляется. Значит, вкладываются определенные средства, составляются планы работы по обновлению оборудования. В прошлом году подошел новый погрузчик леса, который работает у нас на открытых стадионах хранения баланса. Производит выгрузку балансовой древесины из лесовозов. Дальше технологическую щепу отправляют на целелозное производство, где ее варят и получают волокно. Жидкую массу обезвоживают, прессуют, на отливных машинах выпускают готовую продукцию. Не только бумагу, но и картон, в том числе гофрированный, товарную целелозу, ДВП и бумажные мешки. Только в том году мы вложили в развитие производства порядка 600 миллионов рублей. По этому году мы запланировали реконструкцию одного технологического потока и уже потратили порядка 600 миллионов рублей. Общие инвестиции по этому году, я рассчитываю, что где-то будет порядка 800 миллионов рублей. На очереди, на перспективу, я думаю, что у нас потратим порядка 1,2 млрд рублей. Но здесь будут строительства очистных. На первом этапе мы планируем построить очистные для своего предприятия. И вторым этапом будем рассматривать вопрос, если будет заинтересован город в строительстве очистных для города. Марбом-комбинат для Волжска – это не только тысячи рабочих мест, но и предприятие, которое на 20% обеспечивает город горячей водой, теплом и электроэнергией. Подобных энергоемких, но при этом автономных предприятий, где работает своя ТЭЦ, в России не так много. На обогрев идут отходы производства. Деревянный мусор принимают также у населения. Глава региона всегда ставит задачу перед нашим коллективом по увеличению объема выпуска продукции, по росту заработной платы, по увеличению налоговых поступлений во все уровни бюджетов. И держит эти вопросы неразрывно, постоянно на своем контроле держит. В 2014 году в консолидированный бюджет Республики Мариэл мы перечислили более 200 миллионов рублей. Средняя заработная плата по предприятию составила 35 тысяч рублей. И вот эти наши успехи, они не случайно достигнуты благодаря тому, что согласованно работает как руководство нашего предприятия и правительство Республики Мариэл. Подобные предприятия вносят ощутимый вклад в развитие не только города, но и республики. Рост налоговых поступлений во все уровни бюджетов позволяет воплощать в жизнь социальные проекты. Волжск уже включили в масштабную программу благоустройства. В городе строится новый корпус школы номер 5. Планируется возведение роддома. В 2016 начало строительство детского сада, физкультурно-оздоровительного комплекса, а также реконструкция памятника республиканского значения, кинотеатра с символичным названием «Родина». Работать не в соседнем регионе Татарстана, а у себя в Волжском районе, в ближайшее время смогут еще около тысячи человек. Создать дополнительные рабочие места поможет строительство нового и расширение действующего заводов птицефабрики Акашевской. Жаркое и знойное лето не спешит возвращаться в наши края. Выходные станут продолжением не по-июльски прохладной рабочей недели, а исключением, в которой разве что стал сегодняшний день. В субботу вероятность осадков в течение дня небольшая, однако в ночь на воскресенье в Мрил ожидается сильные дожди. Глубокий циклон с центром в нашем регионе будет определять погоду в предстоящие выходные дни. Пройдут дожди, в воскресенье местами сильные, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, в воскресенье порывы до 15-18. Температура на 1-3 градуса ожидается ниже климатической нормы. Ночью в субботу 12-17 градусов, днем 19-24. В воскресенье в ночные часы 9-14 градусов, днем не выше 17-22 градусов. В начале следующей недели наш регион будет находиться в тылу сместившегося на север циклона и, по прогнозам, в Мрил будет дождливо и не жарко. Днем ожидается максимум 20-22 градуса тепла. Временами будут идти дожди, возможны грозы. В Яшкарале продолжается строительство футбольно-легкоатлетического манежа. Тенденция последних лет, ввод в строй каждого масштабного спортсооружения, дает толчок к развитию сразу нескольких видов спорта. На базе легкоатлетического манежа разместятся школы легкоатлетики и футбола. Кроме того, возможности манежа позволят проводить соревнования самого высокого уровня. Некогда пустырь на городской окраине за последние годы преобразился до неузнаваемости. Городские кварталы новых микрорайонов устремляются все дальше в сторону Сернурского тракта. Тут же проложен Воскресенский проспект, на данный момент самая современная в городе автострада. Воскресенский парк уже стал визиткой Ешкаралы для въезжающих в город с северной стороны. В этом году в заречной части столицы Морел одной достопримечательностью станет больше. По планам, к концу 2015-го свои двери распахнет футбольно-легкоатлетический манеж. В последнее время по инициативе руководителя республики Леонида Игоревича Маркелова в республике действительно строится много спортивных сооружений качественного уровня, которые отвечают международным стандартам. Действительно, вот этот спортивный объект, он будет уникален. И такие объекты в России доединиться с футбольным стандартным полем, а также с беговыми дорожками. Стандарты во всем. Новейшие технологии и современные материалы. Оттого, может быть, стройка продлилась больше, чем планировалось. Однако спешка в строительстве объекта на века ни к чему. Ведь данное спортивное сооружение после открытия десятки лет будет служить верой и правдой в деле развития спорта высших достижений. Прежде всего, футбола и легкой атлетики. Мы будем тренироваться, наконец, зимой в нормальных условиях, потому что даже сильнейшим спортсменам приходилось зимой бегать то где-то в залах с покрытием, которое чуть-чуть не подходит для легких атлетов. Виражи очень сложные. Тут же полноценная подготовка будет. И особенно вот сейчас у нас подрастают маленькие спортсмены, юноши, девушки. 2001 год рождения, 2000 и помладше, которых сейчас надо поддержать. Дело в том, что мы проводим в зимний период время, зимние перенства, чемпионаты проводим. Мальчишки наши ютятся в спортзалах, а имея такой манеж современный, я еще раз подчеркиваю, что он очень прекрасный, стандартное поле. Дети будут заниматься круглый год. Это даст толчок развитию футбола в республике. Современное стандартное искусственное футбольное поле, также по всем стандартам беговая дорожка, а также сектора для прыжков в длину, высоту, толкание ядра. Трибуны на 5000 зрительских мест, просторные по трибуны и помещения, где будут раздевалки, тренировочные залы, кафе, места отдыха. По планам, пользоваться услугами манежа смогут не только спортсмены-профи, а также спортсмены-любители, физкультурники, приверженцы здорового образа жизни. Спортсмены и население республики получат возможность заниматься уже в качественных условиях, потому что сейчас действительно задача стоит улучшить качество жизни в республике Мариел, ну и, естественно, и улучшить качество предоставляемых спортивных услуг. Поэтому спортивное сооружение будет не закрыто, в нем будут заниматься как учащиеся спортивные школы, так и получит возможность все население заниматься здесь. Работы на объекте вышли на финишную прямую. Закрыта кровля, заканчивается внешняя обшивка здания, подводятся коммуникации. Активные работы идут и внутри манежа. Идется подготовка оснований под трибуны, кирпичная кладка, сварочные работы, монтаж системы вентиляции и кондиционирования. По планам, новое грандиозное спортсооружение распахнет свои двери уже в 2015 году. Особо опасное селфи. Рост числа несчастных случаев, когда погоня за удачным кадром оборачивалась трагедией, вынудил правоохранительные органы обратить внимание на это модное увлечение. В МВД России даже создали памятку «Безопасное селфи». Самыми опасными местами для съемок автопортретов названы железнодорожные пути, водные объекты, крыши зданий, дикие животные, вагоны поездов, трасса за рулем, а также селфи с оружием и на объектах, находящихся под напряжением. Памятку «Безопасное селфи» полицейские намерены раздавать на публичных мероприятиях, а школьникам и студентам на уроках безопасности. Отмечу, что в МРИЭЛ, несмотря на увлечение жителей республики съемками автопортретов на мобильнике, пока не зарегистрировано ни одного несчастного случая, связанного с созданием селфи. Я считаю, что в некоторых случаях уже психологические заболевания. Как мы можем наблюдать даже по телевизору, в новостях, столько случаев даже со смертельным исходом, я думаю, это ненормально. Ну, честно говоря, я вот это вообще не понимаю. Вот эти фотографии. Кажется, увлечение все-таки. Кто как реагирует? Кого-то с увлечением, кого-то с заболеванием бывает. Не знаю, во всяких опасных местах это делать, или на самовиваться из-за этого, я не знаю. Нет. А вы часто делаете? Нет, я его вообще не делаю. Я тоже считаю, это уже болезнь, потому что, когда делают селфи, в таких экстремальных условиях, то, что даже люди ломают ноги себе, руки, кости, вот это болезнь, мне кажется. У молодежи, мне кажется, уже психологическое заболевание, совсем у подросткового, который залезает на поезда. А мы в красивых местах, в красивых городах, в разных странах, европейских. Почему нет? Очень даже интересно, мне кажется. Конечно, сделала парочку фотографий, но по стильству, страницу ВКонтакте, Инстаграм, это уже ненормально. Нет, я это не воспринимаю, потому что это... Как это можно вот так себя фотографировать? И... Нет, я это не воспринимаю. Это увлечение, наверное, просто, скажем так. Привлечение внимания к себе, особенно касаемо опасных селфи. То есть лишнее внимание, которое хочется там со сверстников, то, что я такой, ну, опасно, да. Нет, я считаю то, что хорошие кадры можно сделать самой себе. То есть я даже хотела бы себе селфи-палочку. Информационная программа «12 новостей республики» на телеканале «Регион-12» продолжается. Напоминаю, что прямая трансляция в интернете по адресу online.tvregion12.ru В студии был Виталий Рыжков. История – это философия, которая учит нас с помощью примеров. На календаре вторая неделя июля. Мы предлагаем вам полистать календарь событий новейшей истории Ишкаралы. Чем отмечен как период в видеархиве нашего телеканала в рубрике «В то же время» в студии Дарья Разинова. Здравствуйте! В середину лета в окрестностях Марийской столицы отметили традиционными автогонками. Одно из трех крупнейших соревнований в году проходит на старом месте «Крутой овраг» и в 2007-м принимал спортсменов Мариэл из соседних регионов. Правоохранительные органы, следящие обычно за тем, чтобы граждане на автомобилях не превышали допущенную скорость и уж тем более не врезались друг в друга, в этот день поощряли как раз за обратное. За несколькими десятками автомобилистов на Запорожсах, «Жигулях» и «Багги» наблюдали тысячи зрителей. Под палящим солнцем в пятый раз проходил кубок ГАИ МВД Мариэл. Многие участники еще перед стартом признавали, что в такую погоду главное просто доехать до финиша. Единственное, среди участников соревнований женщины не верят в суеверие, поэтому, несмотря на общение с прессой, ее машина благополучно дошла до финиша. А сама Наталья стала обладательницей специального приза. Но это случится в конце соревнования, пока даже поливальные машины, щедро подготовившие трассу перед началом гонок, не спасли ситуацию. После первого же заезда машины снова начали поднимать тучи пыли. Кубок ГАИ – одна из трехлетних автогонок в Мариэл – самая зрелищная часть соревнований заезда на ладах-восьмерках в классах Д-1. Впервые в 2009 году Дворец творчества детей и молодежи остался без воспитанников. Многие родители озабочены, чем занять своих детей, которые раньше посещали летние лагеря и кружки. Руководство просит потерпеть, ведь впервые за последние 30 лет здесь велась глобальная реконструкция. Это деревянное здание стало одним из первых в Мариэлской столице, построенных еще в советские годы. Сначала здесь был Мариэлский областной комитет, ВККП и ВКСМ. Затем в 30-е годы расположился дом пионеров. Сюда приходили дети и подростки для реализации своих талантов. Большой популярностью тогда пользовался фотокружок, изобразительное искусство, авиамодельная и драматическая студии. За 70-летнюю историю увеличилось не только количество объединений, но и само здание сменило свое место расположения. В 70-е годы строительство нового здания дома пионеров на улице Пушкина было объявлено всенародной стройкой. Дворец возводили не только строители, но и сами педагоги. С тех пор прошло около 30 лет. Устарел не только внешний вид здания, но и материалы, из которых он был сделан. В 2007 году приступили к капитальной реконструкции этого здания. Укрепили фундамент, заменили крышу, обшили большую часть здания керамогранитом, вставили около 300 пластиковых окон. Впереди обновление части фасадов. Архитектор Виктор Копылов при проектировании обновленного дворца творчества детей и молодежи ставил перед собой задачу. Здание советских времен минимальными изменениями должно быть выдержано в сказочном стиле. Поэтому крышу сделали скатной с башнями. Им лето строить и жить помогает. Из 147 студентов республики в июле 2012 года отправились в Сочи. Они были задействованы на строительных объектах, возводимых к Олимпиаде. В стройотряд на юг отправился впервые, хотя Мариэл там уже слышали. С 2008 года в летний период в Сочи работали студенты-медики. Будущие юристы, экономисты, строители, специалисты по земельным отношениям дорожники объединились в 9 стройотрядов Мариэл. Мариэл била все рекорды по составу стройотрядов России. Когда от иных субъектов страны выехали по 20-30 человек, республика в итоге представила около 200 ребят. Возможность уникальная в свои 18-20 лет поработать на объекте, который вошел в историю страны. Занимались укладкой брусчатки, земельными работами и озеленениями студенты от стройотряда в Олимпийском парке. Одном из самых главных объектов Олимпиады 2014 года в Сочи. В стройотряд попадают только здоровые, признается руководство. Каждый студент проходит медкомиссию. Для работы в Сочи требовалась справка от терапевта, но, к примеру, для работы на Крайнем Севере врачебный контроль был усиленный. За время своего существования стройотряды многое пережили. В 90-е годы они практически вышли из схемы. Работы не было, даже профессионалы не могли трудоустроиться. Чтобы удержаться на плаву, тогда ребята ездили в Астрахань на сбор бахчевых. А сегодня не только строители, самыми востребованными являются студенческие отряды проводников, сервисных работников и педагогов, которые сейчас тоже задействованы в разных точках страны. Строиотряды возвращаются в республику только в конце августа. Ишкар-Ала перенеслась на 800 лет назад, погрузилась в атмосферу Древней Руси 12 века ровно год назад. В декорациях культурно-исторического комплекса Царево-Кокшайского Кремля артисты театра оперы и балета дали громкую премьеру оперу римского Корсакова «Садко». К условиям опен-эра артистам не привыкать спектакли на открытом воздухе для театра и в целом для фестиваля летние сезоны стали уже визитной карточкой. Знаменитые арии под открытым небом прослушала и наша съемочная группа. Когда гордый новогородский гусляр Садко в жизни солист театра оперы и балета Александр Столбов перед выходом на сцену распевался замирали не только горожане проходящие мимо но и артисты стоящие неподалеку. Опера Садко это не только голос но и особая искренность а вокальная партия самого былинного героя считается одной из самых сложных во всем репертуаре русской оперы. В самом центре Нишкаралы все как в 12 веке блестят купола гуляет народ пируют купцы. Стены царевококшайского Кремля как нельзя лучше подошли до постановки. По сюжету Садко вступает в спор с новгородскими купцами. Выиграть и разбогатеть ему помогает морская царевна Волхова. Традиционная редакция опера римского Корсакова длится в течение четырех часов. Вариация нашего театра полтора часа. Главной задачей режиссера Сергея Шипелева стала сделать спектакль компактным и адаптированным непосредственно к обстановке Кремля. Седьмая постановка такого формата окончательно подтвердила традиция проводить спектакли под открытым небом в Нишкарале прижилась. Режиссеры не скрывают они открыли для себя новую музу и вдохновляет новый облик Нишкаралы. Такими событиями из жизни республики запомнилась вторая неделя июля на календаре нашей телепрограммы. Увидимся в следующую пятницу в эфире телеканала Регион 12 в то же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин